Привет, народ! На связи Soul! Вы, наверное, наслышаны о Мэшнкрафт? Скорее всего, нет. В двух словах, Мэшнкрафт — строительная песочница, в которой можно создать почти что угодно. Несмотря на широкие возможности, которые она даёт игрокам, игра осталась почти незамеченной вследствие низкого онлайна и отсутствия геймплейных целей. Решает эту проблему администрация русскоязычного сообщества RMCC вместе с крупнейшими кланами Alpha, Salamandra и Second Horizon посредством проведения ивентов. Кланы, кстати, это крупные группы игроков, внутри которых обмениваются информацией, технологиями и техникой, а также обучают новичков, аналогично кланам и корпорациям в других играх. В игре принадлежность к клану обозначается тегом в никнейме. Если раньше ивентами были лишь командные бои с разделённой на классы техникой, то сейчас подходящий режим боя найдётся для любого желающего повоевать игрока. Например, в Танк или Тим Конквест вы найдёте бодрые перестрелки с ограничениями для баланса, а в космических командных боях — сражения в астероидном поле между звездолётами с разнообразным вооружением и модулями. Сегодня речь пойдёт об относительно недавно запущенном ивенте «Осада». Основан он на правилах режима Team Clash — старых добрых пострелушках без особых ограничений. Несмотря на отсутствие классов, прошлое даёт о себе знать. Обычно у игроков либо танки и бронемашины, либо мехи, либо авиация, штурмовая и транспортная, либо даже самые необычные задумки. Не самые эффективные, но забавные. Главной особенностью режима является асимметричный геймплей с командой атакующих и командой защитников. Силы обороны, преимущественно игроки одного клана, строят собственную базу, которую и осаждают нападающие. В этой базе — комната, по легенде с разведданными или подобной лабудой. К ней, по правилам строительства, идёт как минимум один коридор с определёнными минимальными габаритами и наклоном относительно горизонта. Чтобы победить, атакующие должны попасть в эту главную комнату и пробыть там несколько секунд. Понятное дело, не в виде трупа. Обороняющимся, как можно догадаться, нужно не дать нападающим проникнуть в эту комнату. Для повышения эффективности обороны строятся бойницы и огневые точки, укрепляются подходы к стенам базы и так далее. Однако не забывайте, как бы ни был укреплён периметр, в любой момент с неба могут упасть вражеские танки посредством десанта с авиатехники и просто проехать за вашими спинами к своей цели. Здесь найдётся место и любителям бодрых танковых замесов, и снайперам или пилотам-одиночкам, и даже троллям на юрких мехах. Никогда не знаешь, что будет в бою через минуту. Теперь вас наверняка интересует один вопрос — как принять участие в осаде? Пожалуй, для начала стоит вступить в сообщество RMCC ВКонтакте, в нём публикуется расписание проводимых ивентов. Кстати, происходит это всё в выходные вечером. Затем, если у вас совсем нет опыта, после установки игры просмотрите крафты-образцы в папке Samples, например, танк и виды орудий. Попробуйте построить что-то подобное, но покрупнее и больше похожее на реальный танк. Почему танк? Потому что это самый простой в постройке и универсальный в бою класс техники. Если строительство боевой техники кажется вам интересным, приносит удовольствие и пробуждает ваше воображение, смело пишите главе приглянувшегося вам клана, что вы новичок и хотите научиться строить эффективную боевую технику. А также, разумеется, принимать участие в боях не одиночкой, а вместе с соклановцами. А вот я считаю, что и самостоятельно строю вполне неплохо. Могу ли я участвовать в ивентах одиноким волком? Безусловно, никто не запрещает, но это имеет ряд недостатков. Во-первых, вам будет трудно координироваться с командой. Придется отыгрывать роль героя-одиночки, либо второстепенную, вроде авианалетов. Во-вторых, в кланах с вами с радостью поделятся самыми актуальными военными технологиями, вроде бодибронирования, стабилизации оружия, балансировки воздушной техники, строительства боевых мехов и так далее. Не клановцам зачастую кажется, что в кланах и в боевке нет места творчеству и красивостям. Отнюдь. Декор есть и у боевой техники. Просто во всем нужна своя мера. А уж если вы примете участие в эпичной массовой танковой перестрелке, предотвращая прорыв противника или наоборот уничтожая силы обороны, вам захочется играть снова и снова. На этом все. В описании к ролику вы найдете блок полезных ссылок. Обязательно загляните туда. Спасибо за ваш палец вверх и подписку на канал. С вами был Альфач Сол. До встречи.